Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным. Парить, как птица в небе. Ощущать мир и искреннюю радость в сердце. И встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново. Последний становится первым. Когда его огонь наполняет тебя, ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство. Зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Сегодня я буду говорить о том, что без постоянства, в принципе, невозможно иметь никаких результатов. Господь дал нам новую жизнь. Дал нам божественную жизнь. Зое. Аминь. Чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался постоянным. Вы знаете, вот именно как мы говорим слава Богу, оно говорит действительно слава Богу или не слава Богу. Поэтому у некоторых слава Богу, это не слава Богу. Это вообще непонятно что. Ведь когда ты говоришь слава Богу, то слава и к тебе придет. Аллилуйя. То, что ты сеешь, оно придет в твою жизнь. Аминь. Поэтому, друзья, все, что работает постоянно, приносит успех и развитие. Посмотри на свой организм. Если, не дай Бог, у тебя что-то заболело, сердце дает сбой, еще что-то. Это говорит о том, что какой-то орган работает непостоянно. Мы начинаем молиться, мы бежим к врачам. Почему? Потому что мы испытываем боль, мы испытываем дискомфорт, нам плохо. А почему нам плохо? Потому что какой-то орган работает уже непостоянно. Не так, как он должен работать. Видите, когда мы непостоянны, поэтому у нас проблемы. Поэтому у нас нет выздоровления, у нас нет каких-то результатов. Из-за чего? Из-за того, что нет постоянства. Поэтому написано, что церковь, оно как тело. Страдает ли один член? Страдают другие. Почему? Потому что это показывает, это идет реакция, как что и происходит. Поэтому, когда мы непостоянны, это также действует на церковь. Это действует на духовный мир. Но когда ты постоянен, у тебя есть плоды, у тебя есть результаты, это приносит благословение церкви. Это меняет атмосферу церкви. Аминь. Если бы мы приходили сюда, уже оболились, мы уже приходили бы в вере, мы бы уже не сидели бы вот такие, мы бы не говорили так, слава Богу. Ну, понимаете, мы бы тут взрывались уже. Почему? Потому что мы уже были бы наполнены небесами. И нам только чуть-чуть нужно, чтобы мы взорвались. Нам только чуть-чуть нужно, чтобы мы раскрылись. Но когда мы пришли не к окущей, всю неделю мы не были постоянно в молитве, в слове и общении с Богом, поэтому нам нужно сейчас реанимировать. И поэтому многим надо реанимацию делать, качать сердце и слышать. Дышит? Нет, не дышит еще. И я его еще раз прокачиваю слабо и прокачиваю, прокачиваю, пока он задышал. Молодец! Наконец-то ты очнулся, друг мой! Но мы должны постоянно, постоянно быть в отношениях с Богом. Это наше сердцебиение, постоянно в молитве. Это наше духовное здоровье. Не какие-то акции разовые провели, акцию успокоились, сходил на молитву, успокоился, открыл один раз Библию и успокоился. Все, Господи, течение совершил и веру сохранил. Теперь мне венец готовится. Да, готовится тебе. Только не знаю, что. Поэтому, друзья, друзья, все, все, что мы видим, это постоянно, это приносит для нас радость. Представляешь, вот города, они же тоже постоянно на одном месте. Ты проснулся, и нет Хабаровска. Тут только же вчера еще я жил здесь. Только вчера. Я даже прописан по этому адресу. Открыл глаза, уже ничего нет. А, вот так вот тебе. Ты был непостоянен, и вот я тебе тоже непостоянство устроил. Ты проснулся в тайге, друг мой, все, Хабаровск ушел, уехал. Нету больше такого города. Нет, вы шутите, конечно, я шучу. Понимаете, чтобы было развитие общества, нужно постоянство. Развитие спорта нужно постоянство. Развитие науки – постоянство. Развитие духовной жизни – постоянство. Ведь когда ты хочешь уехать на поезде, ты знаешь, что там есть вокзал. Или ты думаешь, вчера еще был, сегодня не знаю, будет ли там вокзал или нет. Там была железная дорога, помнится. Может, уже разобрали. Знаешь, мы знаем, что там есть то, то и то. Это говорит о постоянстве, поэтому мы можем рассчитывать, что это постоянно. Друзья, если мы не постоянны по отношению к Богу, мы обещаем Богу одно, говорим одно, делаем другое, может ли Бог на нас рассчитывать? Потому что сегодня мы клялись к Нему в любви, мы готовы отдать, были все для Него, а поутру они проснулись и все забыли. И Бог говорит, как я могу тогда? Потому что вчера Он говорил одно, а сегодня Он делает совершенно другое. Постоянно ли мы, друзья? Может ли нам Бог тогда доверять? Может ли Он нас благословляет? Он говорит, я хотел тебя благословить, а тебя не было на молитве. Я уже приготовил, открыл небесные окна, послал ангела, дейчел. Он пришел, говорит, адресат выбыл. Куда он выбыл? Выбыл, убыл, не знаю. Обещал быть, но не пришел. И все. И ты не получил того, что тебе Господь направил, что постоянно у тебя адреса меняются. Ты сегодня здесь, завтра там, по морям, по волнам. Где тебя носит? Где ты находишься? Ты должен быть постоянен. Тогда тебя ангелы точно найдут. Бог будет видеть, а это мой Сын. Он здесь. Он мое дерево любимое. Слава Богу! Он не бегает из одного сада в другой. Он здесь посажен, он здесь укоренен, и здесь он приносит плоды. Понимаете, когда приходит что-то непостоянное, вот как пришло наводнение, катастрофа, чрезвычайное происшествие, цикл жизни нарушился, ритм жизни нарушил, все поменялось. Люди, которых затопили, лишились того, этого, что это такое? Это сразу беспокойство, это страх, это неуверенность, да? Но когда все постоянно, все, слава Богу, мы даже забываем сказать, слава Богу! Мы забываем, потому что мы привыкаем, говорю, ну, да, 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 пока гром не грянет, пока жареный, как говорится, петух почему-то жареный не клюнет куда-то. Как он жареный клюет, интересно. Вот. Понимаете? Тогда мы что-то, а, 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 точно, точно. Поэтому, друзья, вот люди, которые имеют непостоянный характер, как мы их называем? Особенно, особенно странные люди. Потому что не знаю, что сегодня с ним будет, а что завтра будет. Про послезавтра вообще никак еще не можем даже прогнозировать. Почему? Потому что сегодня он один, завтра он другой, послезавтра он третий. Знаете, это мы говорим у него семь пятниц на неделе. Семь пятниц. И ты не хочешь ничего иметь дело с такими людьми или ты хочешь? Тебе нравятся такие люди? Сейчас он такой милый, хороший, потом раз, ураган, торнадо, взорвался, взревел, забушевал. Нет, ты говоришь, мне опасно как бы с ним быть рядом с таким человеком. Поэтому Бог говорит нам сегодня в наше сердце, друзья, постоянство это то, что нам нужно всем. Аллилуйя. Постоянство. Пообещал Богу, исполни, да? Пообещал служить, служи. Пообещал давать, давай. Пообещал Богу учиться, это учебный год начинается. Будь постоянным в этом. Когда мы говорим, что это постоянно, мы делаем это лучше. Заметили это? Что я хочу вам еще прочитать. Вот сегодня уже об этом говорилось, но хочется дополнить. Если же у кого из вас недостает мудрости, скажите, у кого недостает мудрости? У всех. Тех, которые не подняли, руки у вас точно недостает. Вот. Что надо иметь мудрость, чтобы сказать, у меня недостает, Господи, я бы хотел побольше. Аминь. Да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков. Знаешь, Бог не говорит, ну ты дурак, ну ты балбес. Зачем тебе мудрость? Только все испортишь. Нет, Бог смотрит на нас, говорит, надо вам, ребята, просите у меня. Просите, я вам дам просто и без упреков. Причем, как просит, опять же, смотрите, немало, не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Что значит не сомневаться? Или что такое сомневаться? Сомневаться значит быть непостоянным. Правильно? Потому что сегодня я верю, а завтра я уже вообще не верю. И он говорит, что когда мы непостоянные, мы ничего от Бога не получим. Почему там написано просите, ищите, и стучите. Аминь. Как только ты начинаешь сомневаться, вот тогда ты непостоянен. Потому что сомнение и непостоянство, мы оправдываем свое ничего не делывание какими-то оправданиями. но мудрость нам просто четко и ясно, кажется, не в бровь, а прямо прямо в глаз, правильно, да, спасибо, что ничего не получишь. Не будет постоянства, что ты ничего не получишь. А ты хочешь что-то получить? О, конечно, Господи. Смотрите, дальше написано человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть непостоянство не приведет благословение в твою жизнь, ни в какой область жизни, если не будет постоянства. Во всех путях. Это не только духовное. Это твоя работа, твоя учеба, твои отношения в семье и так далее, и так далее. Везде нужно что? Постоянство. Если у тебя будет постоянство, значит, ты получишь. Ты получишь цель, ты добьешься цели, ты дойдешь до этого пункта назначения, к которому ты стремишься. Будет тверд или не тверд, будет постоянен или не постоянен. Аминь. И когда мы смотрим на Бога, мы всегда вдохновляемся Его верностью и Его постоянством. Смотрите, плач Еремии написано «По милости Господа мы не исчезли». Посмотри, ты здесь? А? Ты не исчез? «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Милосердие Его что? Не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Потрясающе. Знаете, Бог, Он постоянен, поэтому мы не исчезли. Слава Богу. милосердие Его, милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Поэтому каждое утро – это замечательное утро, замечательный день, который Бог для тебя приготовил. Постоянно так думай. Не думай так, что день, грядущий мне, готовит. и там всякие картины страшные. Что же Он тебе готовит? Наверное, сегодня лучше не выходить из дома, потому что ты рак. Или потому что ты, не знаю, я всегда удивляюсь этой глопости слушать, когда люди слушают гороскопы, и с этим они сравнивают свою жизнь. Причем они постоянно их слушают. Я козий рак. И так, что нам говорит Господь? 1 Петра 1, 22. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Постоянно. Не только на день рождения, который, к сожалению, раз в году. Еще там на какой-то один день, да? Но постоянно. 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 Тебе хочешь, чтобы тебя постоянно любили? Начинай любить других. Постоянно причем. Римлянам 12, 11. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Обратили внимание? В молитве постоянны. те люди, те люди, которые делали рывки или усилия помолиться и забросили это дело, как говорится, возобновите жизнь с Богом. Возобновите эти отношения и сделайте это постоянным, чтобы это было образом вашей жизни. Не акцией, не какой-то благотворительной акции. Ты пришел и сказал Господь, вот я пришел и ожидал, что сейчас все, небо просто будет обвал благословений в твою жизнь. Я пришел Господи. Да, ты пришел, молодец. Но я же пришел Господи. Да, ты пришел, я вижу. Приходи постоянно. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому будьте в молитве постоянны. Знаете, когда люди начинают мне рассказывать о своих трудностях и проблемах, они всегда думают, конечно, что у них самые трудные трудности, что у них самые проблемные проблемы и что у них самая тяжелая притяжелая ситуация. В Библии мы можем посмотреть на героев, у которых было похлеще, чем у тебя. Вот знаете, когда мы вспоминаем Иосифа, замечательного Божьего человека, который Бог дал замечательное видение, мечту, но у которого было очень много, 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 очень много трудностей, проблем, да, потому что он пережил и предательство, и отвержение и так далее, от самых близких к себе людей, потом, когда он хорошо служил в доме Патифара, его опять же оклеветали, предали, потом, когда он сидел в тюрьме, его опять же снова обманули и так далее. Знаете, можно было бы сказать, разочароваться можно было Иосифу, правда, и не один раз. Впасть в отчаяние можно было Иосифу и не один раз. Но, знаете, он не позволил разочарованию, депрессии и отчаянию управлять его жизнью. Он не позволил врагу украсть будущее, которое Бог для него приготовил. Не позволил, а почему он не позволил? Потому что он был постоянен, верен Богу. Он был постоянен в благодарении, он был постоянен в молитве. И Бог поэтому постоянно был с ним. Знаете, слово Божие говорит, Господь с вами, когда вы с ним. Читали это место Писания? Господь с вами, когда вы с ним. Поэтому всегда написано, и был Бог с Иосифом. И был Бог с Иосифом. Почему Бог был с Иосифом? Потому что Иосиф был с Богом. И вот смотрите, что делал Иосиф в своих трудных ситуациях, в своих трагических ситуациях своей жизни. Он всегда служил людям. Аминь. В доме Патифара он служил. Служил? Служил. В тюрьме он служил? Служил. Знаете, многие люди говорят, я не хочу ничего делать, не хочу. У меня такая ситуация. Вот когда у тебя трудность, это наоборот, очень важно, чтобы ты служил людям. Чтобы ты не сидел дома, не грыз свои последние ногти уже, пусть они у тебя даже нарощены были. Потому что люди, они не понимают, что когда ты зацикливаешься на своей проблеме, ты усугубляешь эту проблему. Но когда мы смотрим на вот этих людей Божьих, почему они люди Божьи? Потому что они по Божьим принципам жили. Он помогал людям, он служил людям. Пусть эти люди были даже неблагодарны. Пусть там его братья предали, пусть жена Патифара его оклеветала, пусть там Виночерпи Хлебодар забыли про него там на сколько-то времени. Но понимаешь, он не позволил разочарованию проникнуть в его сердце. Он не позволил недовольству проникнуть в свое сердце. Он все равно оставался постоянным и верным. Он был верен в малом. Ему не сразу дали государство, царство. Он был верен в малом, но его верность это постоянство. Верность это постоянство мы говорили. Поэтому Бог его вел, 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 поднимал и поднимал. Нам нужно понять, что постоянство сделает нас сильными. Постоянство сделает нас победителями. Постоянство принесет благословение другим людям, потому что если мы научимся получать радость, помогая другим, мы станем сильными потому что враг всегда хочет нас посадить в тюрьму разочарования депрессии отчаяния и чтобы ты сам поедал себя до самоедством занимался сама жалостью душил себя но когда ты переключаешься чтобы помогать служить бог с тобою аминь и был бог может свое имя поставить бог будет с тобой когда ты будешь действовать по-божье аллилуйя когда ты будешь ответом на нужды других людей ты будешь помогать другим людям поэтому пока у человека есть вера у него есть будущее пока у него есть вера в бога у него есть будущее у него есть сила у него есть надежда поэтому напоминайте себе напоминайте своим детям о том что сделал господь вдохновляетесь этим вдохновляетесь это есть средство вдохновения и силы вспоминать то доброе что сделал господь вашей жизни что он начал делать доброе и что он доведет это до доброе до финала и я хочу вам рассказать историю историю про султана и визири знаете что визирь это был да как советник султана так вот однажды у султана был некий известный фокусник и фокусы такие были просто невероятные просто знаешь невероятные фокусы и султан смотрел вай-вай-вай слушай какие фокусы а какой талант какой понимаешь человек а визирь такая раз его горит султану понимаешь вот то что он делает это то что он добился постоянными тренировками султан так грозно посмотрел ты что мне радость портишь а так на него разозлился шугрит в тюрьму его в тюрьму ну не знаю по какой причине он в тюрьму дал ему теленка может быть чтобы ему было повеселее как-то я не знаю наоборот либо похуже было кто его знает но вот в тюрьму он попал ни один а вместе с теленком и когда этот визирь попал туда тюрьма и она была знать раньше тюрьмы были где-то внизу там где-то в глубине вырывалась земли такие были тюрьмы там было ни света ни воздуха ничего и была такая лестница вот он попадает в эту тюрьму с этим теленком вот чтобы ты стал делать в этой ситуации скажи чтобы ты стал сам делать я бы сделал шашлык слушай напоследок зажарил этого теленка и съел его да там же плохо кормят у меня столько мяса не пропадать же добру все зависит от нашего мышления как мы поступаем каких-то ситуациях но визирь сделал совершенно по-другому каждый день он поднимал этого теленка на свои руки и он поднимался по ступенькам и это делал не один раз день туда-сюда 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 с этим теленком наш теленок рос они же растут телята правда но вместе с этим и росла сила этого визиря он рос и росла его и это он делал каждый день каждый день каждый день вдруг однажды султан вспомнил слушай где мой визирь ты же его посадил то я посадил добрейший из добрейших милостивые самых милостивых как я так мог сделать ему напомнили почему сделать все позови его я добрый сегодня позвали визирь а он сидит что-то кушать султан всегда любил что-то кушать открываются двери и заходит мужчина и держит на руках быка султан смотрит на твой вай 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 что за фокус такой я же визиря взвал кто это пришел человек поставил быка и тут он узнал это ты мой визирь что с тобой случилось я просто показал тебе что значит постоянно чем-то заниматься я показал тебе что невозможно взять рука человеку быка вернее и поднять его но если ты будешь делать что-то каждый день ты станешь действительно сильным и это пример того как наша вера друзья она тоже будет расти и она тоже будет сильным если ты будешь жить каждый жизнь каждый день верой праведный жив своей верой если ты не практикуешь веру и пришла какая-то проблема ты не сможешь ее решить потому что каждый день маленькие вещи но их надо решать верою каждый день тебе нужно жить верой поэтому твоя вера будет расти ты будешь расти и ты станешь духовно сильным аллилуйя многие люди хотят быть духовно сильными хотят здесь люди быть духовно сильными до хотим что мы для этого делаем чтобы быть духовно сильными вы знаете вот сила умножения приходит когда есть тоже постоянство хочу напомнить вам историю про про давида вы все знаете историю давид и голиаф все знают эту историю да мы не будем все буквально читать но посмотрите что когда давиду нужно было сразиться с голиафом что он сказал он сказал саулу что раб твой убивал льва и медведя помните это льва и медведи он был пастухом он занимался этим постоянно армия которая стояла и боялась голиафа у них не было сильной веры потому что они не практиковали свою веру но давид это делал постоянно и сказал давид не не пойти ли мне и поразить его чтобы снять поношение с израиля и сказал давид господь который избавлял меня от льва и медведя избавить меня и от руки этого филистимлянина понимаете если мы хотим чтобы пришло умножение чтобы были плоды чтобы была сила нужно чем-то заниматься постоянно одноразовые акции наши они не принес не принесут желаемых результатов почему скажу еще раз мы разочаровываемся вы что нет результатов нету плодов нету плодов нет результатов потому что мы не постоянные нам нужно быть постоянным давид был постоянен он постоянно этим занимался поэтому когда он увидел великана он не испугался, он не побежал, он не струсил, он знал Бога, у него были постоянные отношения с Богом. Смотрите, постоянство, оно дисциплинирует нас. Аллилуйя! Когда у тебя есть дисциплина, ты можешь управлять своей жизнью, ты можешь управлять своими мыслями. Когда у тебя нет дисциплины, ты ничего не можешь сделать. Ты слабохарактерный, такой мягкотелый, у тебя нет этой твердости духа. Но когда ты занимаешься этим постоянно, ты становишься сильным. Поэтому, что нужно для постоянства, друзья? Что нужно быть для постоянства? Правильно сказать, нужно быть постоянным. Для постоянства нужно быть постоянным. Конечно, нам нужно посвящение, конечно, нам нужно чем-то жертвовать. Конечно, если у нас есть желание получить быстрые результаты, мы их не получим, потому что Бог формирует наш характер. Бог хочет, чтобы каждый его сын и каждая его дочь были настоящими победителями. Аллилуйя! Но если ты постоянно не тренируешься, ты не станешь этим победителем. Без постоянства никто не может стать победителем. Смотрите, мы в основном такие люди-теоретики. Мы теоризируем, мы ведем всякие там диспуты на ячейках, что то, что не то, что правильно, что неправильно. А спросить, где твои результаты, да? Где твои ученики? Кого ты привел к Богу? Кого ты научил? Кого ты воспитал? Через кого началась новая ячейка? Тут и сел старик. Потому что нету результатов, есть одна теория, есть одни знания. Вы видели хоть одного теоретика-штангиста? Я прочитал, как поднимать самые большие тяжести. Я знаю, как поднимать самые большие тяжести. Говорит, подними хотя бы вот эту штуку. Ну, не получается. Понимаете, вы видели хоть одного чемпиона-бегуна, который в кресле смотрит телевизор, как они там бегают, там бегают, там бегают. Или такого футболиста успешного, да? Который смотрит все матчи и так далее. Смотрите, если мы не практикуем, мы никогда не сможем достичь финиша. Если мы не постоянны в чем-то, нам нужно постоянно практиковать свою веру, быть постоянными в молитве, постоянными в слове, постоянными в служении. Потому что ни один теоретик-бегун не добежит до финиша. Он просто где-то умрет по дороге или сойдет с дистанции. Ни один теоретик-штангист не сможет поднять этого веса, потому что тоже умрет, только возьмет вес и погибнет. Как люди занимаются, да? Они берут сначала гантельку такого веса, потом такого, потом такого, потом такого, и постоянно, постоянно потом они это наращивают. Почему? Потому что они постоянно этим занимаются. Ты никогда не сможешь взять быка за рога, если ты еще не поднял даже теленка. Поэтому, друзья, Бог говорит нам сегодня, для того, чтобы у нас был успех, для того, чтобы у нас были результаты, нам нужно стать постоянными. А чтобы стать постоянными, нужно взять за это ответственность. Аминь. Кто хочет постоянно молиться? Вот есть такие люди? Есть такие люди. Хорошо, Господь всегда видит, что есть такие люди. Но Господь скажет нам потом, ну, молодец, молодец, давай, добрый и верный раб, да? То есть, сначала мы начинаем молиться столько, потом столько, потом столько. Почему? Потому что, когда ты верен в малом, ты можешь взять что-то еще большее. Не замахивайся сразу на такое, на что ты не сможешь сделать. Начинай постепенно двигаться. Начинай постепенно это делать. Но делай это постоянно. Делай это постоянно. И тогда ты увидишь, как твои духовные мышцы, они будут сильные. Как твое духовное дыхание будет держаться. Как твои духовные ноги станут сильными. Аллелуя. Ты станешь другим человеком, если ты будешь заниматься чем-то постоянно. Знаете, дилетант, он дилетант, потому что он этим постоянно не занимается. Но дилетант станет профессионалом, если он будет чем-то заниматься постоянно. Аллелуя. Вам понравилось это слово постоянно? Жуй кокосы. Давайте мы встанем, и мы будем молиться. Господь, мы поднимаем свои руки к Тебе. Мы открываем свое сердце для Тебя. И мы хотим стать, Господь, сильными. Мы хотим стать постоянными. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok